здравствуйте дорогие друзья один из ваших вопросов которые вы задали относительно одного из последних роликов вопрос этот заключается в том что я не объяснил кто же такой калки аватар в чем его суть в чем его миссия для чего он появится откуда он придет к чем его значимость некая для нашей земли для нашей планеты и так далее расскажу сегодня немножко на эту тему скажу что в прошлом видении относительно калки аватара данное видение было единственным в моем случае то есть подобных видений я больше не переживал и поделиться какими-то более детальными знаниями я не могу относительно самого колки аватара но существуют тексты ведических писаниях которые описывают явлении этого аватара кстати ван колд this является последним аватаром как он описывается священных писаниях он будет 23 по счету в других их писаниях он описывается десятым также по счету то есть последним и неси этого аватара на самом деле весьма жесткая и очень радикально и как я понимаю спасать людей этот аватар не будет, он будет нести для большинства людей смерть, страдания, поскольку страдать и погибать будут исключительно нечестивцы, то есть люди, которые отвергли духовность, которые отвергли законы нравственности, внутренней чистоты, исполнения долга перед нашими предками, допустим, перед обществом, перед социумом, перед Вселенной, будут страдать эгоисты и многие-многие-многие другие существа. Итак, каким же образом суть этого аватара описывается в священных писаниях? Как сказано в Шримадбагаватам, на земле может быть явлено много воплощений верховного существа. О брахманы! Воплощения Бога неисчислимы, словно ручьи, текущие из неистощимого источника. Итак, по прошествии многих и многих лет, изобилующих катастрофами, социальными потрясениями, в конце Кали-Юги, как предрекает ведическая литература, не зайдет Господь Калки, чтобы все изменить. И вот здесь описано еще одно объяснение. После этого на стыке двух эпох Господь Творения воплотится в образе Калки и примет рождение, как сын Вишнуяши. Относительно Вишнуяши и его матери Сумати, я думаю, здесь секрет кроется в самих именах. Господь Калки явится в деревне Шамбала, в доме самого возвышенного брахмана, великой душой по имени Вишнуяша. В конце Кали-Юги, когда о Боге уже никто не будет вспоминать, даже в жилищах так называемых святых и уважаемых благородных людей, принадлежащих трем высшим кастам. Когда правительственная власть придет в руки министров, избранных из числа низкородных шудр и ниже, когда никто даже понаслышке не будет знать, как совершать жертвоприношение, тогда явится Господь Верховный Наказующий. Обратите внимание, его так и называют Верховный Наказующий, то есть тот, кто принесет наказание. Весьма интересная фраза относительно числа низкородных шудр и ниже. Ниже класса шудр есть только млечки. Млечки – это отверженные всеми другими кастами люди, то есть люди, которые потеряли все принципы нравственности, внутренней нравственности, люди, которые лгут, крадут, убивают, причиняют вред и так далее. То есть такие люди в основном относятся именно к классу млечх, то есть отбросов общества. Когда методы, которым учат веды, и установление законности будут почти мертвы. Когда приблизится час заката эпохи Кали, тогда не зайдет на землю часть того божественного существа, которое само поддерживает себя собственной духовной природой, того, кто есть начало и конец, кто знает и понимает все. Он примет рождение в семье Вишну Яши возвышенного брахмана деревни Шамбала, как калки, наделенной во семью сверхъестественными способностями. Весьма интересный элемент, что же такое Шамбала. Шамбала – это на самом деле название одного из астральных миров, то есть существуют миры, в которых находятся духовные существа и которые ведут очень много духовной практики. Относительно деревни, которая есть на планете, которая именуется Шамбала, я уверен, что такой деревни нет. Хотя, возможно, где-то в Монголии, но я сомневаюсь, если честно. Опять-таки это символы, друзья. Нужно учитывать то, что практически все ведические писания были писаны буквально несколькими личностями. И одно из таких писаний, которое известно, к примеру, как Шримад Бхагаватам, было написано мудрецом Вьясой. И мудрец Вьяса писал исключительно данное писание посредством духовного зрения, посредством ясновидения. То есть он видел события, которые происходили, он их слышал, и он их впоследствии записывал. Таким образом были написаны священные писания. Естественно, многие события, которые он видел, в частности связанные с духовными существами, он видел их в астральном мире. И те события, которые он видел в астральном мире, они очень часто не проявляются непосредственно так, как они описываются. То есть состояние астрального мира и состояние материального мира, они несколько разнятся. Поэтому суть деревни Шамбалы и место рождения Калки-Аватары, это скорее всего также только лишь образ, астральный образ, по которому мы можем сделать только лишь определенный вывод. И суть этой деревни также можно видеть только духовным зрением. Скорее всего, там кроется какое-то другое знание, не какая-то деревня, которая будет известна под именем Шамбала. Далее. В Агнепуране также говорится, что когда неарьяны. Относительно ариянов и неарьянов здесь подразумевается название или имя арии. Так вот, в некоторых писаниях относительно северных стран там так и говорится, что на севере от Индии, от Великой Бхараты живут племена ариев. И эти арии, они чередуются, то есть в своем проживании с народами млечх. То есть, допустим, арии переводятся как святой, святой или праведник. А млечхи – это люди, которые живут безнравственной жизнью. И народы ариев будут чередоваться с такими вот народами млечх. И здесь также упоминается, что когда неарьяны, то есть неправедные арии, то есть арии, которые совершат падение, притворяющиеся царями, начнут пожирать людей, похожих на праведников, и превратятся в людоедов. Тогда Калки, воплотившись как сын Вишну Яши, явятся в сопровождении Яджнавалки, своего священника и учителя, уничтожит этих неарьянов своим оружием. Он установит моральный закон в форме четырех варн. То есть, скорее всего, во время явления Калки-Аватары будет восстановлена система варн, то есть брахманы, вайши, шудры и шатрии. И все люди будут разделены на четыре касты. И таким образом будет восстановлена справедливость в нашем мире. На самом деле, когда к власти приходит, допустим, шудра, а править государством должны только войны, то есть только к шатрии. В данном случае у нас в РФ правит государством к шатрии. Невзирая на какие-то, возможно, его внутренние нечистоты, на самом деле, Владимир Путин является к шатрием. И для нашей страны это является очень большим плюсом. В то же самое время, если посмотреть на Украину, мы можем увидеть, что Украина правит не к шатрии, то есть не воин, а правит вайшья торговец. Точно так же и сейчас с Соединенными Штатами Америки правит тоже вайшья торговец, которые никогда не должны приходить к власти и никогда не должны допускаться к управлению государствами. Мы можем также видеть, во что превращаются данные страны. То есть, смотрите, и по Украине, и по Соединенным Штатам, как даже Соединенные Штаты начало лихорадить от такого вот президента, такого человека. То есть, это также является подтверждением необходимости кастовой системы. То есть, системы, в которых будут преобладать варны, чтобы не было смешений, чтобы люди выполняли ту работу, которая им подходит по типу кармы. То есть, вся варновая система, все касты, они зависят от кармического состояния человека. То есть, если человек принадлежит к типу шудр, он должен выполнять эту работу, поскольку она его будет развивать очень-очень быстро и он сможет даже очиститься и добиться очень хороших результатов. В то же самое время, если человек, опять-таки, шудра, но он занимает пост к шатре, либо даже брахмана, и он не может выполнять подобное свое жизненное предназначение, он таким образом только ухудшит свою судьбу. То есть, он скатится еще глубже, чем если бы он выполнял работу, которая свойственна его касте. Понимаете? Здесь много, на самом деле, таких нюансов, о которых нужно говорить и нужно прояснять. Так вот, когда Калки явится, он восстановит эту систему варн. Немножко вернемся. Он установит моральный закон в форме четырех варн, то есть, справедливое разделение общества на четыре класса. После этого люди вернутся на пути праведности. Падмапурана повествует о том, как Господь Калки положит конец эпохи Кали и уничтожит нечестивых малечих, и таким образом остановит разложение мира. Да, одной из больших тяжестей, которые испытывает наша земля, это наличие касты отверженных, то есть, люди, которые морально деградируют, которые презирают законы вселенной, законы общества, законы социальных систем, законы управления государством. Такие люди, они опасны не только для самого государства, но и, в первую очередь, для планеты. То есть, великая душа, которая правит нашей землей, нашей планетой, она может в какой-то момент проявить негодование и даже, условно говоря, покарать те люди, тех существ, тех народов, которые живут на нашей планете. То есть, до этого ни в коем случае нельзя доводить, и нужно, чтобы все социальные слои и чтобы все классы общества они находились, с одной стороны, в равных правах, но при этом выполняли те обязанности, которые им больше соответствуют. Таким образом, и планета, и наши страны смогут избавиться от пятого класса, класса отверженных людей. То есть, как только люди начинают выполнять деятельность в чистом виде, этот класс Млечх исчезнет естественным образом. Класс Млечх является своего рода символом того, что мы, друзья с вами, не соблюдаем многих-многих принципов нашей жизни. Они являются результатом нашей деятельности. Не стоит говорить о том, что они плохие. Нет. На самом деле, проблема во всех нас. Потому что они появляются, они являются результатом. Продолжаем зачитывать, когда методы, которым учат веды, и установление законности будут почти мертвы, когда приблизится час заката эпохи Кали, тогда не зайдет на землю часть того божественного существа, которое само себя поддерживает собственной духовной природой. Того, кто есть начало и конец, кто знает и понимает все. Он примет рождение в семье Вишну Яши, Возвышенного Брахмана, деревни Шамбала, как Калки, наделенные его семью сверхъестественными способностями. Уникальная часть фразы. Обратите внимание, того, кто есть начало и конец. Подобная цитата есть также в Откровении Иоанна Богослова. Если не ошибаюсь, там есть фраза, когда Господь, общаясь с Иоанном Богословом, говорит «Я есть Альфа и Омега». Точно так же и сам Господь Калки, который придет на землю. Во-первых, он будет частичным аватаром. То есть, он будет всесовершенной проявленной творческой энергией. Полноценным аватаром, но в то же самое время, он будет являть только лишь один аспект Бога. То есть, как верховный наказующий. Но при этом другие аспекты, те, которые проявлял, к примеру, Шри Кришна, Рама или Индри Симха, они будут скрыты. То есть, это будет только лишь гневное проявление Бога. Падма Пурана повествует о том, как Господь Калки положит конец эпохи Кали и уничтожит нечестивых млеч, таким образом остановит разложение мира. Он соберет вместе всех безупречных брахманов и провозгласит высшую истину. Ему будут известны все утерянные пути. Он утолит жажду, иссушающую истинных брахманов и праведников. Он будет единственным правителем мира, которым нельзя управлять. Он станет знаменем победы и будет любезен всему миру. Обратите внимание на те утверждения, которые повествуются в данном пророчестве. Он будет единственным правителем мира. Точно так же, относительно к примеру правления Российской Федерации и России предсказывает Нострадамус. То есть, он говорит, что вначале Россия будет испытывать очень большие трудности, но потом Россия изменится, проявится новая структура государства, проявится новое знание, новое учение, которое изменит сначала саму Россию, а потом изменит и весь мир. Другими словами, Россия распространит свое влияние на весь мир, на всю планету. И это будет совершенно другое правление, отличное от нынешнего положения на нашей планете. Следующим элементом, на который бы я хотел обратить наше внимание, он будет единственным правителем мира, которым нельзя управлять. То есть, это будет весьма волевое существо, которое не покориться ни перед кем, не станет потакать чьим-то прихотям, либо каким-то низменным желанием других людей, а будет проявлять исключительно ту миссию, ради которой он придет на эту землю. Относительно состояния нечестивых млеч, мы также должны понимать, что не говорится здесь о том, что будет какое-то насильственное уничтожение неких людей, которые будут нести в себе признаки касты млеч. Ни в коем случае. Здесь подразумевается, что изменится структура социума, структура общества. И люди, которые принадлежат к касте млеч, то есть, люди, которые морально деградировали и продолжают свое разложение в силу отсутствия моральных качеств, они просто исчезнут. Часть из них возможно трансформируется, ну или же перейдут в более высокие касты, то есть касту шудр рабочих, к примеру. И таким образом они исправят свои умонастроения, свои кармические предрасположенности. И на самом деле сама энергетика планеты, она не будет предполагать к тому, или располагать к тому, чтобы на земле рождались люди, которые обладают энергией или кармой млеч. То есть люди, которые несут в себе принципы безнравственности. То есть законы вселенной, которые будут почитаться на планете, они не позволят рождаться таким душам на земле. И таким образом уровень энергии, уровень людей, уровень общества и социума будет явно и очень быстро прогрессировать и подниматься. Господь Калки явится как олицетворение возмездия или как воин. К этому времени планета будет населена людьми, не способными понимать логические беседы. Они будут слишком заторможены, тупо умны и совершенно не способны учиться хоть чему-нибудь. И менее всего возвышенной философии, трактующей о смысле жизни. С одной стороны, можно сказать, что данная цитата не относится к нашему материальному миру, но к нашему времени. И на самом деле мы все обладаем высшим образованием, мы все обладаем большим творческим потенциалом, мы все обладаем весьма солидным запасом логики, способной понимать те или иные постулаты нашей жизни. Но дело в том, что если нам начать преподносить духовные знания, духовные ценности, мало кто на самом деле способен их понять и воспринять. А в данном случае речь не идет о материальных знаниях. То есть материальные знания, те знания, которые соответствуют нашему кармическому уровню, мы будем с легкостью понимать. Но если нам преподнести знания, которые соответствуют высшим духовным мирам, мы их окажемся не в состоянии понять и тем более принять. То есть не говорится даже о приятии этих знаний, а говорится о, в первую очередь, понимании данных знаний. И действительно, духовные знания, духовные ценности сейчас на Земле не принимаются. Если посмотреть на статистику, к примеру, то из ста человек возможно только лишь один человек является действительно человеком, который ценит духовные знания, духовное качество и законы нравственности. Все остальные люди живут как все. То есть поддерживается очень часто в обществе принцип падения морали, падения нравственности. Очень часто родители поощряют своих детях воровство, и те идут на работу и, естественно, крадут там. Крадут явно или скрыто в больших или меньших объемах, но крадут даже в высших слоях общества и очень большие и суммы. То есть нравственность, как таковая, она утрачена. Мы внешне все благовидные, благопристойные, но когда речь заходит о наших внутренних качествах, то во внутреннем своем состоянии и на уровне тех поступков, которые никому не известны, то есть как бы есть внешняя наша деятельность, а есть внутренняя деятельность, то, о чем многие не знают. И на уровне внутренней нашей деятельности на самом деле у нас довольно много греховных деяний, которыми мы не спешим поделиться с друзьями либо близкими. Они не будут знать, что им делать и как жить. И, разумеется, они не смогут изменить свой путь. Поэтому Господь Калки придет не учить, а просто наказывать, карать и чистить эту планету. По этой причине Шримад Багаватам описывает Господа Калки как губителя млечих, самых грешных и низкородных, внекастовых мясоедов, притворившихся царями. К сожалению, друзья, к сожалению, ведические писания описывают людей, которые потребляют мясные продукты, именно как людей, которые принадлежат к касте млечих. И, по сути, нынешнее положение планеты таково, что если жить по законам ведических писаний, мы все относимся к касте млечих. Здесь идет именно непосредственно вот такое утверждение. Само по себе потребление мясных продуктов является очень тяжелым кармическим деянием. Очень тяжелым. И вопрос даже не в том, что нам рассказывают врачи, и как они преподносят, что не хватает белка, которого очень много в мясных продуктах или очень много животного белка нужно нашему телу. На самом деле все это весьма относительное или условное утверждение. В растительных и в молочных продуктах достаточно микроэлементов, которые нужны нашему телу. Это раз. Во-вторых, у нас нет, по сути, ни одного зуба, который мог бы перерабатывать мясные продукты. Как это проверить? Да очень просто. Возьмите кусочек сырого мяса и покушайте его. То есть, если у нас зубы не способны переработать сырое мясо, это указывает на то, что наше тело и наш организм, и наша структура вообще не способны к тому, чтобы питаться подобными продуктами. Что мы делаем в этом случае? Естественно, мы начинаем варить мясо. Мы его жарим, мы его всячески обрабатываем, чтобы оно стало доступным к потреблению. Но в целом, в том виде, в котором мясо изначально появляется, то есть, в момент убийства животного, мы потреблять подобные продукты не в состоянии. Это указывает на то, что наш организм не предназначен для потребления мясных продуктов. И фактор потребления мясных продуктов является критерием, условно говоря, деградации общества. В прошлой эпохе люди, которые потребляли мясные продукты, от них нужно было даже сторониться. То есть, каста брахманов, тех же самых вайшиев, торговцев, кшатриев или же шудр, они старались даже дистанцироваться и поменьше общаться с такими людьми, которые в прошлой эпохе, еще в Третой Югу, потребляли мясные продукты. Таких людей раньше называли в традиции индуизма собакоедами или же неприкасаемыми. То есть, по сути, к таким людям даже нельзя было прикасаться, поскольку от тел людей, которые потребляют мясные продукты, даже исходит зловонный запах, который на уровне астрального тела чувствует божества. То есть, божества даже не подходят и не приближаются к людям, которые потребляют мясные продукты. Я ни в коем случае не хочу вызвать агрессию или какое-то непонимание, но мы должны понимать и оценивать свое нынешнее состояние и оценивать адекватно суть ведических писаний. Поэтому, когда мы кушаем мясо и в то же самое время молимся Богу, не удивляйтесь, если наши молитвы никто не слышит или же не услышит в будущем. И даже невзирая на то, что христианство допускает потребление мясных продуктов, в то же самое время христианство вводит особое правило, когда во время поста нам нельзя есть мясные продукты. И в то же самое время ни один святой, начиная от Серафима Саровского и других святых, они не кушали мясные продукты, не кушали даже рыбу. Они питались очень скромно и исключительно с отличными продуктами, то есть, теми продуктами, которые были допустимы или несли благовидные энергии. Это все связано с тем же, что мясо на самом деле вызывает состояние деградации не только в нашем теле, но в первую очередь на уровне ума.